Всем привет! Сегодня хочу рассказать о том, как заправлять дизельный автомобиль зимой. Топливные компании экономят на потребителях сейчас следующим образом. Топливо дизельное делится на несколько видов. Оно бывает как летнее, так и зимнее. Сейчас на заправках говорят, что мы продаем межсезонное. Если посмотреть на ценники, будете проезжать на стелла, обратите никаких букв Z, снежинок, ничего этого нет. То есть продавцы не хотят закупать более дорогой зимний топ. Чем это может обернуться для потребителя? Нежная аппаратура дизельных двигателей может просто не завестись загустевшим дизельным топливом при низких температурах. Из личного опыта мы вернулись из отпуска. Наша машина стояла 9 дней на крещенских морозах, когда они опускались до минус 20 в Санкт-Петербурге. Для заправки в зимнее время я использую антигель. Это на всякий случай, потому что никогда не угадаешь, какое топливо тебе запредольют бак. То есть даже если это будет летнее топливо, есть шанс, что оно не замерзнет на морозах, которые могут стукнуть ночью. Для меня главное, чтобы запустилась вебаста, которая прогреет двигатель, и не закупорилась система подачи топлива до системы разогрева. Сейчас я покажу, соответственно, что я заливаю, и продемонстрирую, как приходится действовать на заправке. Поехали. Я использую антигель Астрахим. На заправку топлива 20 литров предварительно в бак добавляю 20 кубиков из шприца антигеля. Сейчас будет не реклама. Я использую антигель Астрахим. Почитав отзывы и вообще, что у нас имеется на рынке, в принципе, эти позиции просто остановился на оптимальном для себя варианте. Задача антигеля – это не дать образоваться парафином, кристаллизироваться в топливе, который могут забить топливные трубочки. Потому что в современных автомобилях пластиковый бак, пластиковые трубопроводы. И погреть, как по старинке, паяльной лампой не получится. Нужно удержать топливо всегда в жидком состоянии, либо машину в теплом боксе. Со вторым – это более сложная ситуация. Поэтому рекомендую использовать антигель для каждой разоправки в зимний период. Еще раз про крещенские морозы. Машина 9 дней стояла на улице. С топливом, который заливал бак, с антигелем, ничего не стало. Спустя это время машина спокойно запустилась. Запустилась вебаста и прогрела двигатель. Рекомендую. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...